Практическая психология. Здравствуйте, это программа Практическая психология. В студии семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня у меня в гостях Яна Багина, психолог. Яна, здравствуй. Тема очень интересная – эмоциональное выгорание, как помочь себе справиться с этим состоянием. И вот знаешь, самое первое, звучит так, эмоциональное выгорание. На самом деле, испытывала ли ты когда-нибудь это состояние? Надя, как я работаю в профессии, которая в группе риска, представитель помогающей профессии, работаю с людьми, с их переживаниями, и в основном тяжелыми, сложными. Конечно, да, это знакомое состояние для меня. И за годы работы я научилась его распознавать на первых стадиях и вовремя принимать меры. Чтобы не доводить себя до глубоких, да, вот таких состояний? Да. Это, пожалуй, основное, что у меня задача не приходить в это состояние, есть задача уметь восстанавливаться из него. Вот правильно ли я понимаю, что вот мне кажется, что я тоже это состояние ославливала, но это было чаще всего связано не с профессией, потому что у меня такой, знаешь, широкий очень род деятельности, да, и я где-то вот, если здесь кажется, что выгораю, я восстанавливаюсь в другом месте, но у меня вот реально эмоциональное выгорание было после рождения ребенка, да, после рождения долгожданного, желанного ребенка. И вот я так прямо включилась вот в этот процесс материнства, да, что я контролировала очень многие процессы, мне казалось, что лучше меня никто ничего не сделает. И вот однажды, утром проснувшись, я поняла, что все, все, батарейки сели. Да, это ведь тоже право национальное выгорание? Конечно, да, и ряд достаточно авторитетных исследователей. Родительское выгорание считает вообще одним из самых основных состояний родителя, то есть одно из самых, и таких не основных, точнее, а одних из естественных. То есть это абсолютно нормально, да, мы сегодня еще об этом немного скажем. Поговорим. Вообще, есть какие-то у тебя статистические данные по поводу вот этого эмоционального состояния? Да, я нашла статистику за 2019 год по Восточной Европе, и там Россия в лидерах сталкиваются от 74, там до 64 процентов. На втором месте сербы, потом поляки, примерно на одном уровне идут Италия, Испания, Великобритания, Бельгия, и меньше всего знакомы с этим состоянием, там около 44 процентов, это жители Франции. Наверное, они очень часто умеют расслабляться. Видимо, да. И то есть это говорит о том, что это очень распространенное, широко распространенное. Давай попробуем сейчас людям, которые, может быть, пока еще до конца не понимают, про что мы говорим. Итак, что такое эмоциональное выгорание? Эмоциональное выгорание – это комплекс психических и физических проблем, связанных с профессиональной деятельностью. И как в 2021 году в МКБ-10, в 11 нового пересмотра, эмоциональное выгорание уже внесено. Как в заболевание? Вот интересно, Надя. Или состояние? То есть оно не выделяется как самостоятельное заболевание, но является таким фактором. И уже оно более глубоко раскрыто в этом пересмотре, потому что в МКБ-10 уже было, но вот в МКБ-11 еще шире это определение дали, и там оно звучит, и это перекликается с официальным определением Всемирной Организации Здоровья, что это комплексное физическое и психическое нарушение, связанное с профессиональной деятельностью, связанное со стрессами, которые успешно не были преодолены в рамках своей работы. Но вот так это звучит официально. Но есть, так я уже повторюсь, ряд исследователей, которые уже в конце 80-х начали это видеть более шире, и этот синдром называли как синдром переутомления, который связан с любой профессиональной деятельностью, не только с помогающими профессиями, но и также за рамками профессиональной деятельности. Это может быть и работа по дому, ну и, конечно, последние годы родительское выгорание привлекает большое внимание и заслуженно. Да, потому что, в принципе, мы видим те же самые симптомы, про которые мы сейчас будем рассказывать, вне зависимости от того, что, может быть, действительно профессия родителя, она одна из самых сложных профессий, да? Просто нигде нас не учат быть родителями, и поэтому мы сейчас это будем рассматривать в параллельности, да? Да, хорошо. Вот мы уже с тобой выяснили, что это и физиологические такие процессы, да, и психологические процессы. И это так или иначе очень сильно влияет на само самочувствие человека, да, и на его душевное состояние. Ну, давай мы сейчас попробуем с тобой, ну, как бы определить, с чего всё начинается. Так, его можно узнать. Да, да. Да, хорошо. Только мне бы хотелось добавить такую историческую справку ещё. С удовольствием. Да, мы так начали говорить, что это такое, что кто-то так на это смотрит, кто-то иначе из исследователей. И вообще, синдром эмоционального выгорания был описан впервые в 1974 году Гербертом Фрейденбергером, это американский психиатр, и он наблюдал специалистов, помогающих профессии, которые работают в общественных организациях с большим воодушевлением и большой самоотдачей, с энтузиазмом, с желанием добровольно выполнять свою работу. И через несколько месяцев он наблюдал у этих работников такие характерные проявления, как истощение, раздражение, цинизм, ощущение бессмысленности своих действий. И вот тогда и сформулировано было это определение. И поэтому большинство исследований до сих пор касается всё-таки помогающих профессий. А вот давай, смотри, мы скажем, да, вот помогающая профессия, такой, используем мы вот эту формулировку, это те люди, которые работают с большим количеством людей, опять-таки других, да, и которые всё время взаимодействуют, можно сказать, с утра до вечера, там, что они делают? То есть как раз помогают, да, точно, они заботятся, помогают, их задача помочь. Ну, учителю помочь освоить знания, там, да, врачу, да, выздороветь пациенту и так далее. И, кстати, каждый из них, тем не менее, идёт ведь по призванию, да, чаще всего. То есть я готов, вы помогаете, но почему-то через определённый период времени вот вдруг как раз и появляется та самая симптоматика, когда усталость, раздражение, отсутствие смысла. Да, я добавлю, что как раз ты сегодня говорила про родительское выгорание, и как раз часто выгоревшие мамы – это самые лучшие мамы обычно, самые хорошие, самые заботливые. Да, да. Так же и с работниками, то есть тоже есть миф, что от любимой работы нельзя устать. Это миф. Это миф. Да, мы сегодня тоже раскроем. Это как от любимого ребёнка невозможно устать. Да, возможно, да, всё в этом мире возможно. И вот с 1974 года, в общем-то, это явление описано. Очень много исследований сейчас по этому явлению. И мы сейчас, наверное, так, ну не спеша, но тем не менее, раскроем всю историю, как возникает, как зарождается вот этот самый синдром. Да, это такие будут фазы, но, может быть, мы симптомы… Давай. Да, как уже вот так… Симптоматика. Да, чтобы человек, послушав внимательно, понял, в какой момент он может оказаться… Как можно узнать, да, что вот… Итак, и это основные три симптома в этом синдроме эмоционального выгорания или профессионального выгорания, и первый, и который тоже по большинству исследований основную роль играет, это эмоциональное истощение. То есть когда человек чувствует усталость, усталость постоянную, им такую подавленность, опустошённость, сложно прочувствовать свои эмоции, причём как радостные, так… Как негативные. Да, всё притупляется, и здесь, так как вот это эмоциональное истощение наступает, на это и же… здесь же характерны симптомы и физические. То есть это нарушение сна, головные боли, боли в спине, боли в сфере желудочно-кишечного тракта. Да, то есть вот такая притуплённость, такая усталость, подавленность. Человек не понимает, да, что с ним происходит. Чаще всего вот на этой стадии, мне кажется, ну да, устаю, ну да, где-то там, наверное, перегрузился, да, вот тот вот, может быть, переутомился, нарушение сна, ну, может быть, там по какому-то поводу попереживал. И в принципе это свойственно любому человеку. Да, поэтому добавим, что здесь ещё есть, кроме усталости и такой эмоциональной усталости, да, и физических проявлений, здесь ещё присутствует такое сложное слово, сейчас скажу, деперсонализация, то есть притупление эмоциональной связи относительно к тому, человеку, кому помогает, да, человек, то есть если это профессия, то это появляется цинизм, раздражение, недовольство. Может быть, даже где-то конфликтность какая-то, да, иду легко в конфликт, потому что мне всё равно, да? Да, Надя, то есть агрессия как защитная реакция, да, чтобы себя защитить, вот эти границы уже психика сама это регулирует. И вот уже коллеги говорят, что с тобой такое происходит, ты что-то какая-то сама не своя, там, да, или там стала часто огрызаться, да, ну, как бы вот прям такие, или домашняя, да. Получается, что как так возможно к маленькому ребёнку, ну, или не к маленькому, к подростку, в любом возрасте может быть тебя достигнуть эмоциональное выгорание как матери или как отца, да? Кстати, вот есть ли какое-то различие между эмоциональным выгоранием женщины и эмоциональным выгоранием мужчины? Как ты думаешь? Я бы не делила здесь по гендерному признаку. Мне кажется, что именно в нашей культуре мужчинам сложнее, потому что как раз не приветствуется проявление эмоций, и поэтому они внутри постоянно, человек часто наедине, мужчина оказывается с этим, как будто бы это не принято, да, как-то выражать, об этом говорить, и поэтому... Хотя мы знаем, что хирурги мужчины, да, очень часто как раз тоже подвержены вот этому эмоциональному выгоранию. По крайней мере, у меня очень много таких клиентов было. Поэтому, да, риски мы можем так предполагать, но вот я бы предполагала, что здесь ещё больше рисков. Хорошо. Вот это прямо такой специфичный признак, да? То есть вот ты сначала летела на работу, ты горела этим, ты понимала, что ты востребована, тебе казалось, что ну всё, ты на своём месте. И потом раз, как будто бы тумблер выключился, да? Но ведь до этого были нарушения сна, потери аппетита. Мы сейчас, да, поговорим о фазах, да, как раз, и как они развиваются тоже. И добавлю третий симптом, да, вот у нас как раз эмоциональное истощение, деперсонализация, то есть это вот нарушение эмоциональных отношений с людьми, с тем, с кем взаимодействует человек. И третье, это как раз ощущение бессмысленности своих действий, что как раз, что я не чувствую, что в этом есть значимость, что в этом есть ценность, человек утрачивает контакт со смыслом, с ценностями. И да, то, что радовало раньше, уже только утомляет, ничего не приносит. Мало того, возникают вопросы, да, вообще, что я тут делаю, почему я выбрала именно эту профессию, боже мой, как это вообще возможно было, да? Правда, в этом состоянии часто человеку кажется, что хочется всё бросить, вообще уехать, но здесь такой риск, что да, это можно и можно обновиться, но если это не решены, то это может застать на новом месте, на новой работе. То же самое, да, причём намного быстрее это произойдёт. Ещё вот тоже удивительный момент, да, читала литературу по этой теме, что если человек вдруг принимает для себя решение, что он в этой фазе, не на своём месте и меняет, и пытается найти, идти на собеседование, ему кажется, что причина вообще в коллективе, а не в нём, там ещё что-то, то это чаще всего, в общем-то, не бывает успешным. То есть в итоге получается один неуспех связан с другим, там, например, тут не приняли на собеседование, там ещё что-то, и это тогда уже накрывает даже состоянием депрессии. То есть это интересный момент, да, это нагнетается, да, усиливается. Интересно, что как раз на последних стадиях выгорания очень сложно отличить от депрессии, потому что симптомы такие же, конечно, у специалиста есть инструменты, у психотерапевта, у психолога, у психиатра, и специалисты разберутся, но самому человеку, вот, то есть если искать информацию и читать, что со мной происходит, человек часто, у меня тоже в практике такое бывает, когда люди приходят и думают, что у меня депрессия. Да, очень схожа по проявлениям, да, на таких поздних стадиях. И почему ведь и внесено в МКБ 10, 11, потому что большие риски, это угроза здоровью. Хорошо. Ну что, с чем идём дальше? Я думаю, фазы как раз. Хорошо, отлично. И, то есть, вначале вот тоже, что интересно… Вы говорите сейчас про стадии. Да, да, стадии. Как это развивается. И есть тоже разные взгляды, выделяют от 2 до 12, на то, что я видела. Может быть, есть ещё более обширные. Но, да, и хочется, я, пожалуй, такое основное, вот то, что есть, конечно, общие черты у всех этих классификаций, вот мы о них поговорим. На первой стадии где-то она называется очень интересно «Медовый месяц», то есть, когда человек очень увлечён, он работает с интересом, много внимания уделяет своей работе, чувствует удовольствие от этого. И, то есть… Легко остаётся и перерабатывает, да, откликается на всю благотворительность, в принципе, которую, например, предлагают сделать. Да, и вот за счёт этой высокой вовлечённости, да, много времени, внимание туда уходит. И что вот здесь как бы отличает от такого приятного процесса, да, вроде бы, что любит человек свою работу, то, что в этот момент, если, точнее, если в этот момент начинают как раз меньше внимания своим потребностям уделяться, человек перерабатывает, работает выходные, может проработать в обед, да, пожертвовать своей едой, сном, например, тоже задержаться, прогулками, встречами с друзьями, отдыхом, вот всё-всё. То есть любимая работа в фокусе, да? Да. Есть такая пословица «Тебя работа любит, работу любишь ты тоже». Да, вот, то есть, ну, это вот такая восторженная такая стадия, где есть идеализация и есть такие требования к себе, что я должен тоже соответствовать. И следующая стадия, что как раз вот в этом, когда уже накапливается усталость, она уже начинает чувствоваться, но остаётся ещё энтузиазм, остаётся мотивация, и поэтому человек как бы через себя продолжает работать, она уже такая, это уже стресс. Для организма. Да, такое начало стресса, поэтому действительно здесь вот уже головные боли начинают появляться, ну, различные боли. То есть тело говорит, да, слушай, давай обрати внимание, да, что что-то ты делаешь не то. Вот, пожалуйста, отсюда головная боль, напряжение, там, может быть, даже боли в суставах и мышцах, да, потому что тело по-разному реагирует, подсказывает нам, как можно себя вести. И, Надя, ты уже сегодня говорила, но, к сожалению, тоже человеку сложно даже на этой стадии заметить. Чаще всего, ну, вот так удивительно, исследователи заметили, что люди отрицают, что есть какие-то проблемы. Да, кажется, что, ну да, случилось что-то, сейчас таблетку выпью, и дальше буду функционировать, всё нормально. Да, поэтому здесь вот как раз всё-таки фокус на работу, на свои профессиональные задачи, он остаётся. Следующая стадия – это уже вот этот стресс, который, да, начинался, он уже становится хроническим. То есть что получается? Человек не может скомпенсироваться. Да, да, не успевает восстановиться. Стресс переходит в дистресс, есть такое понятие, да, и мы уже, получается, начинаем работать за счёт своих собственных внутренних ресурсов. Да, и здесь всё это уже не про усталость, это уже про истощение. И часто вот здесь люди как раз замечают, вот уже здесь. Это как раз последняя стадия, потому что следующее – это, собственно, выгорание и хроническое выгорание, когда уже обостряются, ну, то, что у человека и так, да. Хронические заболевания, да, плюс ко всему человеку вообще трудно становится функционировать, адекватно функционировать как специалисту и как вообще личности, да, в своей социальной среде. Да, снижается действительно продуктивность, да, удовлетворённость. Мы сразу же должны сказать, что на первых трёх стадиях человек может, способен себе ещё помочь. А вот когда вот это уже глубокая стадия, то там однозначно уже врачи подключаются и специалисты. Да, абсолютно верно. Мы когда будем говорить о способах, думаю, так об этом тоже ещё напомним, что на первых стадиях достаточно, да, позаботиться о себе, о своём распорядке дня, о своих потребностях, изменить что-то на рабочем месте. И этого может быть достаточно, можно самостоятельно справиться. Если же уже более глубокие стадии, то тут обязательно уже со специалистом. Отлично. Теперь, я думаю, мы к самому вкусному, к самому сладкому приходим, да, в хорошем смысле слова, потому что всегда программа «Практическая психология» нацелена на то, чтобы человек послушал и понимал вообще суть, да, темы, и в то же время мог сам себе помочь. Давай попробуем выяснить, какие же факторы есть, которые повышают риск выгорания. Да, это индивидуальные особенности личности, и чаще всего, конечно, это самокритика, чрезмерное требование к себе, и также чувствительность критики со стороны. И, конечно, сложность удержать свои границы, да, почему человек позволяет… Да, например, перерабатывать, там, выходить на выходных, работать, да, потому что он не может сказать слово «нет», «я не приду», «я не смогу», «я не буду». Да, то есть и тоже такая особенность есть про избегание конфликтов, да, когда конфликты кажутся, что это повлияет на репутацию, ну, если я не соглашусь, вот, это тоже такая особенность личностная, которая… Интересно, вот ещё тоже читала исследование, что часто эмоциональное выгорание случается у молодых специалистов, да, которые хотят вот быть востребованы, хотят понравиться, и вот они готовы, да, работать, они готовы перерабатывать. Хочется себя проявить, да, и когда ещё очень большая идентификация, то есть я себя ощущаю специалистом, вот это основное, да, я… Сейчас люди даже могут представляться, например, я психолог. Так, я врач, да, и всё, уже всё понятно. Так и такие особенности, да. Вот про личностные особенности мы ещё можем проговорить о том, что, например, люди с очень подвижной нервной системой, да, которые очень чувствительны и восприимчивы ко всему происходящему, да, которые легко как бы соучаствуют в чём-либо, там, да, например, всё переживают, то они тоже очень быстро выгорают, и мы это тоже видим. А люди, которые, ну, из разряда, там, как танк, да, им намного проще. То есть они пришли, функционал свой выполнили, не присоединяясь к никаким другим душевным переживаниям коллег, там, например, пациентов, ещё кого-то, то их вот это эмоциональное выгорание намного позднее догоняет. То есть ответственные работники, да, кто, ну, так, ленивые сотрудники, которые не очень заинтересованы, да, может быть легче. Кстати, этой информацией здорово, ну, как бы располагают HR-ы. Они по психотипам могут сразу же определить, на каком примерно этапе тот или иной сотрудник может как раз войти вот в это состояние психологического эмоционального выгорания. И вот здесь тоже очень важно, да, ну, вот если сейчас нас слушают работодатели, что, в принципе, вы как работодатель можете так или иначе влиять на эмоциональное состояние своих сотрудников, чтобы они оставались как можно более продуктивными для вас. Да, это как раз тоже фактор. Организация условий труда и особенности самой организации. Сюда входит как и обратная связь. Если недостаточно поддержки на работе, недостаточно самостоятельности у специалиста, ему не очень доверяют, то это тоже повышает риски, поэтому сбалансированная обратная связь, поддержка, отслеживание состояния, внимание к работнику — это ответственность организации, которая, правда, снизит сильные риски эмоционального выгорания, ну и, конечно, эффективности этого работника. Да, мало того, ещё есть прямая связь между эмоциональным выгоранием и стилем руководства. Тоже читала такие исследования. Поэтому если вот вы являетесь руководителем, да, посмотрите, если ваш коллектив очень быстро, почему-то эмоционально выгорает, может быть, вам следует пересмотреть свой стиль руководства. Да, тоже такая интересная... По крайней мере, для меня, как для специалиста, было очень интересно вот эти исследования. Да, мне кажется, нам тоже важно понимать, да, что это не что-то с человеком не так, а что это вообще такой комплекс, совокупность, да, что условия-то здесь тоже влияют, не только личность. Согласна. И я ещё хотела сказать, что можно вот как раз и руководителям, и самим людям есть тесты, ну, такие надёжные, которые себя зарекомендовали, которые можно пройти. Это тест российского исследователя Бойко, там 84 вопроса в интернете, можно бесплатно пройти. Там укажут и фазу, и степень запущенности симптомов, и что это такое, можно посмотреть. И тест Маслак, или Маслач в русскоязычной литературе, там 22 вопроса. Вот. Да. Вот смотрите, мы эту информацию вам даём для общего понимания, но когда вы проходите в интернете тесты, всё-таки понимаете, что это не диагноз, да, потому что очень часто бывает, люди сказали, ну, приходят, например, ко мне и говорят, вы знаете, у меня вот такой-то диагноз, я говорю, откуда вы взяли? Ну, вот мы там прошли в интернете тесты, потому что всё равно диагнозы и состояние и расстройство вам может поставить только клинический психолог, который владеет этим инструментарием, но и потом уже на основе вот этих тестов уже врачи ставят, например, психиатр, там диагноз депрессии и всё остальное. То есть как бы вот тут тоже надо очень аккуратно, да, как бы быть нам с вами, как адекватным взрослым людям, потому что некоторые просто сами себе начинают ещё и прописывать потом всевозможные препараты, да, что тоже ни в коем случае недопустимая история, потому что принятие препаратов, да, там при каких-то тех или иных состояниях, это только уже после консультации у специалистов. Конечно, да, и диагнозы, и препараты, терапию только специалисты выписывают, а эти тесты, они тоже были разработаны, то есть не чтобы человеку навредить, они не рассчитаны на людей тревожных, они рассчитаны, чтобы просто заметить, что это поможет человеку, что ох, точно, ну, то есть серьёзно отнестись к своему состоянию, это об этом. То есть развернуть человека в свою сторону, да? Да, и то есть вот как раз… Что есть что-то такое, о чём тебе следует сейчас, ну, как бы ты поисследовал, да, следует подумать, и может быть принять какие-то… Да, либо как раз обратиться к специалисту, то есть это как, когда люди обращаются, даже, я думаю, вот это как раз неплохой вариант, когда что-то людей напугало, да, возможно, они ошиблись и преувеличили, но это в любом случае про заботу о себе, когда я пришёл с этими результатами, и хочу разобраться, да, и самому себе помочь. Отлично. Ну что, идём дальше. Итак, мы выявили факторы, повышающие риск выгорания, а теперь, наверное, мы готовы о способах профилактики. Почему мы сначала будем говорить о способах профилактики? Знаешь, чаще всего бывает сначала способы лечения, а потом способы профилактики. А здесь по-другому. Ну, здесь можно даже сказать способы профилактики и восстановления. Их даже так можно назвать. Почему не лечение? Во-первых, потому что не болезнь, да, мы это уже выяснили, просто фактор. И потому что нет единого комплексного подхода даже к лечению. То есть даже если уже доктор занимается, такой какой-то таблетки от выгорания её нет. Здесь как раз вот это комплекс личных особенностей, условий, да, труда. Вот это всё вместе, и то есть со специалистом это исследуется, и каждому подбирается уникальная такая помогающая технология, да, что может помочь. Ну, слава богу, инструментов у нас много, да, по этому поводу. И мы сейчас тоже об этом подробно расскажем. Итак, с чего начинать? Начинать с основных базовых потребностей. Да. Да, точно. То есть это сон. Не меньше мы знаем 8 часов. Причём продуктивный сон. И мы сейчас вас развернём к тому, что вы должны засыпать намного раньше 12 часов ночи. Здесь я слышала разные тоже, но опять что это индивидуальные, разные биологические часы. Я тоже, Надя, слышала про, что есть кто-то не позднее 11, да. Я думаю, здесь больше про такую сонастроенность с собой, смотреть, кому что работает, да, по своему самочувствию, по своему телу. Да, но мы опять же не можем, да, вот выбросить те законы физиологии, что у нас, когда мы засыпаем, и самый продуктивный сон – это до 12 ночи, а всё остальное у нас фазы, как бы, да, больше поверхностного такого сна. Поэтому смотрите, конечно, каждому индивидуально, но тем не менее принимайте информацию, которая такая уже передовая, там, да, научно обоснованная. Да, задача, чтобы был сон, чтобы, то есть, когда человек просыпается, да, как можно понять, что он бодрый, легко встаёт, легко засыпает, да, вот эти тоже два момента, как мы можем это мерить, так скажем, чем померить, что я легко засыпаю, легко просыпаюсь. Не прибегая к снотворным, не прибегая к каким-то дополнительным техникам, да, то есть, как бы, для меня это абсолютная норма, я чувствую усталость, ложусь, засыпаю, и потом утром просыпаюсь по будильнику или без будильника, и мне тоже это делать легко. То есть, это такая саморегуляция, да, организм работает, сам не нужно прилагать, но, то есть, но когда мы замечаем, что трудно уснуть, то, конечно, нужно помогать себе. Ну, и тут тоже основные рекомендации по гигиене сна, это убирать гаджеты за час, почитать или прогулка, да, то есть что-то спокойное. Температурный режим, посмотри, какой в спальне, потому что это тоже имеет огромное значение. Эмоциональное состояние в семье перед сном, какое оно? Или же вы с ребёнком долго учите, уроки расстраиваетесь, там, шумите друг на друга, да, или же вы в любви, как говорится, в заботе друг о друге, там, поиграли в шахматы, не знаю, почитали книги и разошлись в разные комнаты, да? Да, ну, и это как раз, мне кажется, то есть о том, что это, да, это не что-то такое статичное, то есть мы не можем всегда находиться в самом благоприятном своём состоянии. Действительно, если что-то произошло, или мы волнуемся, какое-то у нас событие важное, действительно ссора, то мы... И мы не можем заснуть, то есть тоже надо понимать, что это нормальная реакция на ненормальные условия, да, что это нормально, что благополучие — это не состояние, это движение, постоянный процесс, когда мы приходим. Хорошо. Сон, еда, тоже разнообразный рацион, достаточно питательный. Не забываем, не пропускаем завтраки, обеды, да, на работе, когда... Да, в основном, да, такие тоже традиционные рекомендации, это либо трёхразовое питание, но плотное, и, ну, если нужно, то перекусы, если тяжело кому-то, плотно, большие порции, да, чтобы обеспечить свой организм, то тогда это более частые просто приёмы пищи, чтобы чувствовать и сытость, не терпеть голод, и особенно в периоды стресса предпочитать горячие напитки и горячую еду холодной. Хорошо. А вот есть какая-то, например, там, вот по воде, то есть, да, очень часто бывает такое, что человек так увлечён, да, так много работает, что он даже забывает, например, определённое количество воды и жидкости принимать, и у нас уже организм-то в это время, как раз, и входит в состояние стресса. Да, Надя, точно. Вода помогает справляться со стрессом, ну, вот особенно в напряжённые периоды нам мы нуждаемся в жидкости ещё больше, чем обычно. Да, поэтому всегда бутылка с чистой, хорошей водой, лучше всего негазированной, она должна присутствовать на вашем рабочем месте, это однозначно. Я думаю, это такая хорошая привычка, да, чтобы это всегда было. Есть даже, да, такие требования в некоторых странах, чтобы у школьников всегда была вода. Бутылочка стояла всегда на всех уроках, всегда был доступ к воде, чтобы не должно было никуда идти. Да, мы об этом ещё поговорим, но сейчас прервёмся на рекламу и продолжим через несколько минут. Практическая психология. Мы продолжаем. Это программа «Практическая психология». У меня в гостях Яна Багина, психолог, и сегодня говорим об эмоциональном выгорании, как помочь себе справиться с этим состоянием. Итак, мы уже проговорили о том, что здоровый сон – это важный фактор, и если вдруг происходит нарушение сна, то для нас это с вами звоночек о том, что что-то происходит не так. На что ещё следует обращать внимание? Мы сказали, на питание, двигательную активность, режим как раз труда и отдыха тоже. И большее внимание уделим как раз физической активности сейчас, как… потому что буквально любое движение вашего тела – это первое оружие в борьбе с выгоранием. Отлично, да и со стрессом тоже, да? Да, да. Мы это понимаем. Точно, потому что в основе тоже выгорания всё-таки стресс, да, что много-много стрессов. Почему эмоциональное истощение является основным компонентом, и как вообще можно истощить эмоции? Да, это естественные такие химические выбросы в ответ на стимулы в головном мозге, и они, если им не мешать, они проходят сами собой эмоции, друг друга сменяют, утихают. Но если мы застреваем в них, то тогда вот это стресс, напряжение. А застреваем – и самая частая причина, когда очень часто одно и то же, один и тот же стимул воздействует, поэтому мы застреваем, вот как и со стрессом. То есть нет задачи не чувствовать стресс или не чувствовать тяжёлые эмоции. Есть задача уметь справляться с этим. И проживать их. И проживать, и выдерживать. Я в таких случаях всегда привожу пример произведения Антона Павловича Чехова «Человек в футляре». Помните, на него чихнули? Какой-то вышестоящий начальник, да? Или он там на кого-то чихнул, и вот он переживал, переживал, переживал по этому поводу, а потом умер. Да, вот, пожалуйста, в чистом виде, эмоционального выгорания с очень глубокими последствиями. Да, точно. И поэтому, и вот, да, почему тут одинаковые такие способы будут помогать и при стрессе, и при выгорании, профилактике. Да, профилактические, потому что в основе это вот много стресса. Их много-много-много. И всё это в теле. Да, это перенапряжение, да, это же тоже физиологическая, психическая реакция стресса автоматическая в ходе эволюции сформированная, да, что, и она же основана как раз на физике, то есть стресс. Наш мозг идентифицирует что-то как угрозу нам. И надо действовать. Да, причём они, действительно, и наши мышцы ждёт большая гонка. Поэтому всё заточено на это. И хотя угрозы, да, то есть вот это сформировалось, она есть, она просто такая, может быть, нечевидная. Такая глобальная, да? Да, точно, потому что, правда, было вначале это сформировано, когда нам нужно было спасаться от нападения льва, бегемота, да, то есть действительно угроза. Да, да. В наших широтах. Точно. То есть угроза жизни прямая. Сейчас у нас стрессоры другие. На нас уже вот так не нападают какие-то опасные животные, но есть и уже появились не только внешние факторы, которые остаются в другом виде. Это как раз деньги, работа, семья, опыт дискриминации, возможно, да, разное, ну что-то в общем. Конкуренция или же, опять-таки, моменты выживания, да, на работе. Да, да, то есть это вот внешние стрессоры, а внутренние, они вот как раз, с ними всё тоньше и сложнее. Это как раз самокритика. Критика других людей. Это внешне будет, да? Да, 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 точно. Это внешне, получается, это самокритика внутренне, например, недовольство собой. Низка самооценка своя собственная, как специалиста. Да, да, вот. То есть и поэтому, что... А угрозы воспринимаются как одинаково серьёзно, да, то есть это может быть, что-то и вовне, может быть, просто наши мысли, что-то подумали, себя оценили, и всё. А реакция запускается такая, что адреналин выбрасывается, да. Критизол. И вот, пожалуйста... Наши мышцы напрягаются, давление, толчки крови усиливаются, поэтому давление повышается. Глюкокортикоиды, которые помогают этот весь дискомфорт выдержать, вынести, да, сужается внимание наше, становится тоннельным, чтобы, ну, вот, направлено на источник. И вот поэтому физическая активность самое мощное оружие, потому что это вот... Мы подготавливаемся к тому, чтобы бежать. Следовательно, в качестве профилактики это спорт, это прогулки, причём систематические, да, очень важно, да, чтобы мы... Да, я тоже думаю, важно сказать, Надя, сколько нужно, да, тоже, сколько нужно заниматься, и это от 20 минут до часу, ну, большинству этого будет достаточно, каждый день, либо через день. И здесь тоже, кому что желательно, чтобы это было с удовольствием. Чтобы это было, опять-таки, не через насилие, да, и не через моменты такие, что я на работе, то ты устала, а тут сейчас ещё и в спортзал идти, и там тоже я устала, тогда куда мне вообще бежать? Хорошо. Дыхательные гимнастики помогают в этой истории? Да, и я ещё хотела так добавить в догонку о том, что мы сказали, что на первых порах достаточно даже просто встать со своего рабочего места, напрячь всё тело секунд на 20, расслабить и встряхнуть. Всё встряхнуть, потрясись. Прямо на работе, да, можно сделать? Да, глубоко вдохнуть, выдохнуть и продолжать свою работу, и также просто хотя бы подвигаться о своём теле, вспомнить вообще, что оно у нас есть. Даже сидя на стуле, мы можем достаточно много упражнений проделать. Например, да, вот, например, напрягаем там правую там ногу, левую ногу, да, бёдра, живот, да. Сгибаем, сгибаем суставы, да, крутим корпусом, шеей, пальцами суставами. То есть можно это сделать, как хорошая привычка, да, например, каждые полтора часа маленькая физнагрузка для вашего тела, и это уже является профилактикой эмоционального выгорания. Абсолютно верно, да. А если вы присоединитесь сюда ещё дыхательную гимнастику, то вы вообще будете волшебником. Точно. И тоже мы сейчас порекомендуем, как можно, что есть простое. Дыхание помогает вообще нам успокоиться, глубокое дыхание и детям, и взрослым. Поэтому, и как раз вот, тоже сейчас может быть подсложновато, но вот то, что отвечает за стресс, симпатическая нервная система, за возбуждение, вот она стрессом активируется, чтобы нам бежать, биться, в общем, что-то спасаться активно. Она, а дыхание активирует парасимпатическую, то есть которая как раз нас успокаивает, останавливает, замедляет. Да, и поэтому вот, начиная глубоко дышать, уже организм, влияние есть даже буквально за минуту. И что, какие основные тут принципы нужны? Есть, конечно, практики осознанности, сейчас очень популярные, и медитации, к этому можно обращаться, это доказано, и всё больше доказывается тысячами исследований. Да, поэтому можно обращаться, и самого такого простого, элементарного, что запомни для себя, чтобы выдох был длиннее вдоха. И ещё мы рекомендуем всё-таки делать вдох через нос, а выдох через рот. Потому что это физиологичная история. Конечно, вам будет очень много дано в литературе и разных других методик, но мы опять за экологичность к своему телу. Спасибо, Надя. Да, это важное наблюдение тоже. Да, поэтому даже уже удлиняя свои выдохи, можно положить руку на живот или на грудь, чтобы чувствовать своё дыхание. И постараться дышать чуть медленнее, чем секунду назад, этого уже будет достаточно. Смотри, у человека, у которого эмоциональное выгорание, он больше не хочет ни с кем общаться, он сужает свою социальную активность. Здесь вот мы можем каким-то образом? У нас осталось буквально две минуты. Да, абсолютно верно, Надя. То есть психика и вообще эмоциональное выгорание, это же адаптация к таким неблагоприятным условиям, поэтому психика правда... Хочется спрятаться в домик, оставьте меня в покое, я тут полежу под одеялом. Да, но что здесь важно как раз, что так как мы социальные существа, и когда мы находимся в окружении людей, кому мы доверяем, это мы чувствуем, наше тело получает сигнал, что мы в безопасности, мы приняты, мы поняты, и тогда... Это наш ресурс, да? Трудностями своими справиться, поэтому это очень важно, общение, теплое общение, как с близкими своими, делиться с ними, обниматься тоже, объятие, 20 секунд уже считается тоже, что снижает уровень давления, ну и стресса, стресса, да, общение с животными, если у вас есть дома питомцы, гладьте, гуляйте с ними, с детьми смейтесь, играйте, обнимайтесь, вот это всё является профилактикой эмоционального выгорания. Точно, да, хорошо, правда, что привязанность не только людьми ограничивается, питомцы, правда, собаки-лошади считаются самыми, но вообще все пушистые, кошки, конечно, тоже, да, общаться, и вообще тёплое общение, даже вежливое общение с посторонними людьми, то есть с продавщицей, улыбнуться, что-то сказать, это тоже уже сигнал, что всё безопасно. Отлично, и, конечно же, даже если вы вдруг потеряли в чём-то смысл, помните о том, что эти смыслы можно найти, да, главное сначала собрать себя, свои ресурсы, осознать, что ты тот самый ценный, важный для себя человек, и потом смыслы, они появятся, или же мы их найдём вместе, например, со специалистами, да. Да. В завершение нашей программы хотелось бы, может, что-то порекомендуешь? Сама читала, смотрела? Да, порекомендую. Это книга Амелии, Эмилии на госке «Выгорание», новый подход к преодолению стресса. Это книги Кристин Неф «Самосострадание» и «Как пережить трудные минуты жизни». Как красиво звучит «Самосострадание», да, редко такое слово мы слышим в жизни. Да, правда, это то, что очень важно. И Анна Блэк «Время услышать себя» тоже в практике полезная. И очень моя любимая книга, вся затёртая уже, это «Я спокоен и внимателен, как лягушонок» медитации для детей и их родителей Эллен Снель, то есть тоже основная информация по эмоциям, по дыханию, по осознанности и практике, которую можно применять, когда трудно заснуть или что-то происходит, такое сложное в жизни. С чем хочется справиться. Да, и самим родителям, и своим детям, то есть очень такая, очень маленькая, но ёмкая книга. Спасибо большое. Это была программа «Практическая психология». Сегодня у меня в гостях Яна Багина, психолог. Яна, было очень интересно, познавательно. Благодарю и до новых встреч. Ну, а тема у нас эмоционального выгорания, как помочь себе справиться с этим состоянием, я думаю, что вы теперь вооружены и счастливы. Будьте все здоровы. Доброго. Практическая психология